МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ту ночь, когда спутник впервые прочертил небо, я глядел вверх и думал о предопределенности будущего. Ведь тот маленький огонек, стремительно двигающийся от края до края неба, который был будущим всего человечества. Я знал, что хотя русские прекрасны в своих начинаниях, мы скоро последуем за ними и займем надлежащее место в небе. Тот огонек в небе сделал человечество бессмертным. Если бы он не был бы мечтателем, он бы не добился бы ничего из того, чем он добился. Ведь начинается все с мечты, правильно? Чертог ему сказал, Сергей, ну что тут можно сделать в этой пустыне? А Сергей Павлович ему сказал, эх, Борис, ты зажавленный электрик. Да ты ж знаешь, что здесь будет? И будет очень скоро. Фантазерством занимается, вместо того, чтобы крепить оборону страны. Да вы чего? Есть нечего? Металла нет, железных дорог нет, паровозов не хватает. А вы тут это вот, звезды. А королев думал о спутнике. С одной стороны, жили в тяжелейших экономических и бытовых условиях, с другой стороны, не все мечтали. Вот это было совершенно удивительно для нашей страны. И он верил в это, понимаете? Надо верить, во что-то верить надо обязательно. Во всех газетах, во всех радиостанциях, на телевидении, спутник, 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 первый спутник, на всех языках, во всех странах это слово стало узнаваемым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодня мы все привычно пользуемся интернетом, навигаторами, смотрим спутниковые телевидения, моментально переводим деньги, узнаем погоду, общаемся друг с другом на любом расстоянии. Благодаря спутнику. Прямо сейчас на земной орбите для нас работают сотни самых современных искусственных спутников. А 60 лет назад в пустое, неизведанное небо был запущен самый первый из них. Какой-то космический аппарат, скорее всего. Наверное, что связано с космосом. Созданная человеком первая машина, которая была запущена в космос. Искусственный спутник. Наверное, это салют один, первый. Первый искусственный спутник. Ну, очевидно, самый первый, раз он здесь выставлен. Он был запущен в СССР. В 57-м году, я насколько помню, а вот кто сделал? Это старт космической эпохи, с этого все началось. Это было невероятно. Впервые что-то, сделанное человеком, преодолело притяжение Земли и достигло ее орбиты. И эту дорогу в космос проложила наша страна. Был вот разъезд Тюратам, на котором стояло два барака, ну, этих путевых обходщиков. И все. Ничего там не было. И когда я подлетаю каждый раз к Байконуру, я всегда смотрю вниз и думаю, как это могло все сделать? Там же пустыня. Когда мой отец первый раз приехал вместе с будущим академиком Чертоком туда в 55-м году, то Черток ему сказал, Сергей, ну что тут можно сделать в этой пустыне? А Сергей Павлович ему сказал, эх, Борис, ты зажавленный электрик. Да ты же знаешь, что здесь будет? И будет очень скоро. Сергей Королев мечтал о том, чего не было еще никогда и нигде в мире. И никто не мог даже предположить, возможно ли это. 90% что сделал Королев при своей жизни, писалось, сделано впервые в мире. Ни прототипов, ничего. Важно понимать, что Королев был от Бога организатор. Я уверен, он об этом мечтал еще после того, как в далеком 30-м году и он первый раз прочитал библиотечку Константина Дуаровича Циолковского, потому что именно мечта заставила его двигаться дальше. Величайшим энтузиазмом принялся наш народ за создание своей авиации. Было организовано общество друзей воздушного флота. Он заболел авиационной тематикой. Во-первых, настрой времени того был. Даешь воздушный флот. Это было. Однажды, когда он шел с бабушкой по Пушкинской улице в Одессе, и бабушка, она такая эмоциональная была, она сказала, Сережа, посмотри, какие красивые облака на небе, какой красивый день. А он сказал, мама, а ты знаешь, какие они красивые сверху, с той стороны? Она сказала, как, ты видел, ты летал? Он сказал, да, мамочка, я летал. И он верил в это, понимаете? Надо верить, во что-то верить надо обязательно. Дальше наступает 30-е годы, 35-е, 36-е, 37-е годы. Это тяжелые годы, годы репрессий. Сталин сказал, что нам этих фейерверков не надо. И ракетный институт был закрыт. Но люди были расстреляны, люди были посажены. И ракетная техника у нас закрылась. Когда его арестовали, мне было и три года, я говорила. Я играла с одним мальчиком из нашего подъезда. И вдруг он мне сказал, моя мама не разрешает с тобой водиться, потому что твой папа арестован. Я не мог... Ни он, ни я не знали, что это такое. Почему? Что это такое? Мама, конечно, пережила очень тяжелые годы. В день ареста моего отца она посидела. Когда били на допросах, или когда издевались уголовники-сокамерники, он думал о тех задачах, которые еще не были решены. У него мозг ни на минуту не останавливался. Это и давало возможность ему спастись в этой ситуации, не потерять желание что-то делать. Так же и Королев. Он решал те технические задачи, которые остались нерешенными на свободе. Это дало ему возможность спастись в этой ситуации. То есть у них была цель. Я в анкетах никогда не писала, что мой отец арестован. А просто писала, что мой отец инженер, и все. Никто не знал, кто такой, и все. Но интересно то, что он реабилитирован был только в апреле 1957 года. То есть за несколько месяцев до запуска первого искусственного спутника Земли. А так он был все еще числится как бы репрессированным. Времена репрессии сталинских лагерей, через которые пришлось пройти Королеву, сменились страшной войной. Она уничтожала города, ломала судьбы и рушила мечты. Не успели высохнуть чернила после подписания акта капитализма. Капитуляции фашистской Германии, как американцы в Японии уничтожили два города, Хиросима и Нагасаки. Нам надо было сделать нечто революционное. Нам, я имею в виду Советскому Союзу. Потому что в то время началась холодная война. На самом деле получилось, с первым спутником, ну, он был никому не нужен, кроме самого Королева и его окружения. То есть не понимали вообще, что это приоритет страны, там что-то еще. Задача была сделать носитель. В 50-м году еще никто не понимал, что в 57-м году полетит первый спутник. Даже научные круги военные не понимали. То же самое и правительство наше не понимало. В оппозиции были в Министерство обороны. Сказали, ни в коем случае им ничего не разрешать. Займутся наукой, займутся каким-то спутником и проиграем мы, и Р-7 не будет у нас вот этой ракетой. Вся ракетная техника, которая, в общем-то говоря, производилась, она производилась, конечно, для военных целей. И вопросы обеспечения безопасности страны, они стояли на первом месте. Делегация Советского Союза осуждает ведущуюся в ряде стран, в особенности в Соединенных Штатах Америки и Великобритании, подготовку новой войны, вражающейся в гонке вооружений, в создании многочисленных военных баз на территории России. Спутник и все, что с этим было связано, это не была инициатива Коммунистической партии, это была инициатива научно-технической интеллигенции, которая грамотно завернула эту идею и принесла ее высшему политическому руководству. Страна лежала в руинах, люди возвращались из эвакуации в разрушенные дома. Нужно было восстанавливать хозяйство и мирные производства, заново отстраивать целые города. Да вы чего? Есть нечего? Металла нет, железных дорог нет, паровозов не хватает, а вы тут звезды. Я просто помню, значит, послевоенное время, когда еще карточки были, давали там, допустим, муку, там масло подсолнечное, там химическими карандашами писали очередь. Не знаю, сейчас есть эти химические карандаши. Тогда были, несколько дней это не стиралось. С одной стороны, жили в тяжелейших экономических и бытовых условиях, с другой стороны, не все мечтали. Вот это было совершенно удивительно для нашей страны. Ну, я не знаю, ждал ли кто-то от нас после войны чего-то, но страну-то мы сумели восстановить в рекордно короткие сроки, на удивление. Пусть это дорого обошлось нашему народу, но в это никто не верил, на Западе. С той стороны была в первый раз открыта региона космоса, а потом и сам музей. Был ли более прав Королев, который сказал, вот ставим два передатчика, говорим бип-бип и будем первыми? Ну, это было правильное решение. И техническое, и политическое. А это не повлияет на создание семерки? Хрюсёв был осведомлён. Он говорит, не то, что не появляет, а ускорит, говорит, создание семерки. Сергей Павлович в карман не лазил. А ускорит, говорит, создание. Ну, говорит, даём добро. Вот так мы начали только в 1955 году работу со спутником. Конечно, в 1945 году мы реально ничем не обладали. Мы должны быть честными, откровенными. Но мы обладали колоссальным человеческим потенциалом. Просто колоссальным. Все главные конструктора это были, конечно, Сергей Павлович, который никто его не избирал председателем этого совета, но просто так получилось, что все считали его главным, самым главным. Потом Пелюгин, Глушко, Рязанский, Бармины, Кузнецов. Каждый человек из той команды был уникальным в своей области специалистом. Но, что более ценно, каждый из них был мечтателем. Рязанский с 14 лет увлёкся радиолюбительством. Делал сначала первые детекторные приёмники, потом первые свои радиостанции, и был одним из первых радиолюбителей в нашей стране. Когда была экспедиция Нобеля на Северный полюс, на Дирижабле, на спасение Нобеля вышел ледокол Красин. И с ледоколом Красин была потеряна связь. И первым установил эту связь с этим ледоколом Михаил Сергеевич, ну, тогда Миша Рязанский. Пелюгин больше всего в жизни гордился, что он назывался это файн-механик. Он много работал над системами управления. И до войны он работал, и какое-то время после войны, но в основном после войны он уже ракетными делами занимался. Пелюгин несколько раз приходил в ту лабораторию, которую я руководил, отключался от своей, видимо, основной работы, садился в кресло, вот, и говорил, показывайте, что вы сделали, и как вы что делаете. И вот было большое удовольствие с ним беседовать. Конечно, очень разный уровень, допустим, его, как крупнейшего совершенно ученого, вот, и вообще облеченного властью такой и так далее. И, допустим, инженера типа меня, разговор получался на равных. Глушко из них был, пожалуй, единственным, кто был действительно ученым. На самом деле. То есть у него действительно были серьезнейшие научные работы. Если бы он не был бы мечтателем, он не добился бы ничего из того, чего он добился. Ведь начинается все с мечты, правильно? Он готов был смириться с тем, что кто-то предложил что-то более интересное, чем он. Хотя, если он принял решение, его потом сдвинуть было невозможно с этой точки зрения. На знаменитой фотографии Совета Главных из кабинета Сергея Королева нет еще одного человека, сыгравшего важную роль в создании первого искусственного спутника Земли. Это конструктор Михаил Тихонравов. В 50-м году полковник Тихонравов делает доклад в НИИ-4, что если собрать пакет, то можно достичь первую космическую скорость. Что он сделал эти расчеты, все. И вдруг профессуры их, генералы эти выступают. Чем он занимается? Фантазерством занимается Тихонравов, вместо того, чтобы крепить оборону страны. Его отдел в эту же ночь разогнали, оставили небольшую группу и так далее. Тихонравов – человек, который уже тогда понимал, еще в 30-е годы, необходимость того, чтобы это была уже как минимум двухступенчатая ракета, для того, чтобы вывести какой-то объект в космос. У него была группа теоретическая. И вот он занимался и вопросами баллистики, и вопросами поведения материала в космосе, и как компоновать космические аппараты и так далее. Он впервые в 48-м году вообще, говоря, выступил с этой идеей запуска спутника. Понимаете? В 48-м году. Ну, тогда его как-то чуть не на смех подняли, так сказать, эти коллеги, мол, ну и фантазер. Вот. Ну, а Сергей Павлович его поддержал. У меня о нем осталось впечатление, как вот о очень интеллигентном человеке, который никогда не повышал голос. Это был ученый. Он не такого характера был человек. Значит, здесь было очень важно, что рядом с ним был королев. Что объединяет спортивного команды? Общие цели, общая задача. В общем-то, задача обогнать. То есть тот же спорт, обогнать американцев. Страна была окружена американскими военными базами, от которых на самолете можно было долететь до любой точки страны, буквально за час-полтора. Надо было что-то делать экстренное, экстренное, необычное и быстро. Очень быстро. Конечно, вот именно поражающе, что в таких условиях, после такой разрушительной войны, которая окончила в 45-м году, и в 47-м году уже запущена была первая наша ракета. Вот такая. Это была «Р-1». Именно с нее в СССР началось производство баллистических ракет, каждая из которых становилась намного совершеннее своих предшественниц. И в скором времени первые советские ракеты «Р-1» полетели, стали подниматься в небо. у нас получился, как бы, количественный скачок. И уже на этой базе, как говорится, стали делаться другие модифицированные варианты двигателей. Но в скором времени, когда стало понятно, что это ракеты, в общем-то, ближнего, относительно, хоть они и назывались, дальнего действия, но дальность их была 300, 600, 1200 километров, не более того. А задача стояла о создании межконтинентальной боевой баллистической ракеты. Межконтинентальной боевой баллистической ракеты. Приехал Малышев Вячеслав, министр среднего машиностроения, который предложил Сергею Павловичу сделать сразу ракету на 8 тысяч километров с водородной бомбой, так как уже наша водородная бомба была изготовлена. Эта новая ракета требовала решения очень многих наукоемких задач, которые, собственно говоря, могли и не решиться вот в тот период развития и уровня техники, которая существовала в Советском Союзе. Но Сергей Павлович твердо заявил, что мы беремся за эту работу. В 50-м полетела Р-3. В 55-м полетела Р-5. Уже межконтинентальная ракета с ядерной боеголовкой. Понимаете? Летто всего. Вот. Вот крутизна характеристики. Понимаете? Ну а дальше вот та самая легендарная Семёвка. И дальше пошли первые, первые, первые. Однако, невзирая на очевидные успехи советского ракетостроения, на Западе были убеждены, СССР никак не может оказаться в космосе первым. У русских просто не может быть таких технических возможностей. Был очень большой скептицизм по отношению к нашим возможностям и колоссальное недоверие. Она в значительной степени, там, скажем, на Западе, она провоцировала средства массовой информации, целенаправленные. Ну, и эту ракету Р-7 мы, собственно говоря, никто не ожидал. Уже с третьего пуска в августе 57-го года она у нас долетела до Камчатки. ТАСС сообщил, что у нас вот пролетела межконтинентальная ракета. Монополия Соединенных Штатов с этого момента прекратилась. Они не могли поверить, что у нас есть межконтинентальная ракета. Когда в газете «Правда» было напечатано о нашем достижении, что мы выстрелили в сторону Камчатки ракетой межконтинентальной, они просто не поверили в это и говорят, что это мистика какая-то, такого быть не нужно. Конечно, было большим откровением, когда это произошло. Что касалось нашего руководства, оно тоже не ожидало. И многие не верили в то, что Королев это сделает и это нужно. Первый пуск Р-7 был назначен на 15 мая 1957 года. Можете себе представить, а Королев думал о спутнице. 60 лет назад такие технологии и аппаратуру было невозможно даже представить. Была только мечта, пережившая ужасы войны. У Сергея Павловича не было ни компьютеров, никаких калькуляторов, ничего этого не было. Даже счетных машин, по-моему, не было ничего. У него была глубочайшая вера, но он был человеком сильным. И кроме того, еще умел своим поведением настроить людей, не показать вида, что он-то тоже переживает. Это он умел. Я помню, в 1953 году пришел на работу, смотрю, подключают меня под первый спутник. Сидит Королев, и еще какие-то представители говорят, ребята, вы достойные, не женаты? Нет. Можете домой не ходить несколько месяцев? Можем. Так вот, давайте будем так договоримся. Будем собирать простейший первый спутник. Вы понимаете, вот не было у нас такого, вот у всех. Мы привыкли делать и делать. А вот что это будет громко, или, будем говорить, гора какая-то будет, я не чувствовал, например, что мне ракету собрать, что первый спутник тогда, по тому времени было. Сергею Павловичу было 40, а ребята, которые делали запуск нашего первого искусственного спутника Земли, 23-25 лет. То есть это были, в принципе, молодые мальчишки. Конечно, все это далось, конечно, непросто. И не уходили мы ровно три месяца. Он делает, а урбустит. У нас были раскладушки прямо в этой комнате. Люди истосковались по творческой работе. Просто истосковались. После войны, наконец, такой стресс прекратился. Можно свои силы приложить для интересной творческой работы. Настроились хорошо. Люди оставались сверхурочно. Никто им ничего не оплачивал. Они просто... Сергей Павлович тоже был вместе с ними. Он очень боялся, что американцы могут нас опередить с первым спутником. Ведь очень важно было, чтобы мы были первые в космосе. Он мог работать день и ночь абсолютно. И в молодости он спал через ночь. Когда он создавал планер, он спал через ночь. Потому что для него самое главное было дело. Запуск первого спутника был для Королева не директивой свыше, а скорее личным вызовом. Он чувствовал, что этот проект стране необходим. Только неоспоримая научно-техническая победа заставит весь мир уважать его родину и считаться с ней. Сергей Павлович хорошо помню, сказал, только круглая. Луна круглая, земля круглая, все круглая. И вот мы вчетвером крутили, вертели, собирали. Все не подходит, все в первый раз, все на руках. И пока не сделаешь, не уйдешь. Он каждый день щупал эту поверхность, которая его не удовлетворяла. Чтобы она блестела больше, чем зеркало. И вот он всех песочил по-страшному за это дело. Ну, добился. Добился. Когда готовили к пуску первый спутник, то было заседание, вот ведущий конструктор, Хомяков такой был, Михаил Степанович. И он тогда два раза сказал, мы готовим СП. СП. Назвал первый спутник. Не ПС, простейший спутник, а СП. Сергей Павлович его остановил знаком и сказал, СП – это я. Я знаю, что меня так называют. А первый спутник – это ПС. Прошу не путать. Он этих конструкторов и всех, кто отвечал за эти вот экспериментальные сборки, он из них высасывал, как пиявка. Все тонкости, они плакали. Особенно тепловики, потому что, действительно, тепловые режимы для передатчика – это самое главное. Самое главное. Превышение температуры на 10 градусов он перестает работать. Там стояли аккумуляторные батареи, там стоял передатчик, они работали в определенном температурном диапазоне, а спутник летал полвитка на Солнце, полвитка в тени, и нужен был поддерживать температурный режим. Брат уже закончил школу, и он там работал как раз, где собирался первый спутник в 1957 году. И как-то они приходят с работой вместе, и отец мне говорит, ты знаешь, вот тебе-то вот не повезло, а брат твой вот так пальчиком постучал по спутнику, по корпусу. Долго искали, а что передавать он будет. Были примеры, что интернационал. Кто-то предлагал гимн Советского Союза. Ну и, наконец, решили, пока интернационал споешь, он уже круглый. Или гимн. Вот бип-бип вот придумали, он с этим бим-бип вылез спутник. КОНЕЦ КОНЕЦ Это была глубокая ночь. Светло, как белым днем. Все в округе. И вот я смотрю, она летит, а еще пламя ударяется в этот стартовый, этот сам комплекс. Красота необыкновенная. КОНЕЦ Было очень чистое небо, было видно, как боковушки от Валерия Александровна. А потом подъехала какая-то машина, и включили вот этот передатчик, как он начал бобить. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. И гордость появилась какая-то у нас, что действительно вот это дело. Мне было пять лет, когда состоялся этот пуск, запуск первого искусственного спутника Земли. И в памяти моей очень ярко сохранились вот эти воспоминания, когда вечером родители, соседи, друзья все вышли на улицу, и все стояли люди и смотрели в темное небо. И кто-то крикнул, вон она летит. И показали пальцем в небо, и мы все смотрели, как звездочка такая, точечка, двигается по небу. Это было, конечно, впечатляющее зрелище, потому что звезда первая в жизни твоей и вообще в мире, движущаяся по небу. Во всех газетах, во всех радиостанциях, на телевидении, спутник, 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 первый спутник, на всех языках, во всех странах это слово стало узнаваемым. И вообще это слово, наряду с несколькими русскими словами, вошло во все словари мира без перевода. Меня часто спрашивают, был ли тщеславным Сергей Павлович. И вот тщеславие заключалось не в том, чтобы его хвалили, а в том, чтобы первый спутник был наш, советский, чтобы первый человек в космосе был тоже наш человек, чтобы первая женщина в космосе была наша, чтобы все было сделано впервые у нас, именно у нас. Вещь, которая действительно ошеломила на весь мир, уже ничего другого в этот период не могло произойти, чтобы так сколыхнуть все народы мира. Вот так была открыта дорога в космос. Запад, конечно, никак не ждал этого. И, кстати, сказать и сами создатели спутника, тоже не сразу это оценили. Но уже на следующий день о спутнике говорила и писала вся мировая пресса. Спутник мгновенно стал самым популярным брендом. Во всем мире знали это слово. Дамы делали прически в виде спутника. В западных барах появились коктейли «Спутник», а в СССР под этим названием стали выпускать самые разные товары. От лезвий до радиоприемников. Силы небесные распорядились так, что родил себя в один день с тем самым первым спутником, который был запущен на арбиту. Пошли в ЗАГС, выписывая свидетельство о рождении. Как назовете, малыша, спутник? Папа рассказал, что человек медленно поднял голову. На мое счастье, это был бюрократ или, может быть, просто трезвомыслящий человек. Сказал, вы хорошо подумали. Что же это? Что же получается-то? Спутник баранов будет у вас? Может быть, передумаете? Мама говорит, ой, Миша, может быть, мы все-таки Андреем назовем, как раньше хотели? Ну, давай Андреем. И стал я Андреем Михайловичем. Тогда это было просто потрясающе. То есть, ну, мне кажется, человек вышел в какие-то такие сферы, где раньше были там боги только. И это было совершение, сделанное в нашей стране. Александр Шаенко, подобно пионерам покорения космоса, шел к своей мечте много лет. И так же, как Королев, он со своими единомышленниками смог воплотить ее в жизнь. Мой отец служил в космических войсках. Они назывались еще в советское время не так. Ну, сейчас называются космические войска. Бывало, отец брал с собой на службу, и там приезжали всякие космонавты, даже приезжали пару раз. И было видно, что это все очень как-то близко и практически понятно. Отец выписывал журнал, он назывался «Космонавтика и астрономия» или астрономия и космонавтика. Советские были такие баршюрки, по-моему, формата А5. Как помню, что-то такое с черной обложкой. И там были разные картинки. И вот я как-то смотрел на всякие там ракеты, как они были устроены. И у нас была мечта, как бы, построить собственную ракету. У нас задумано было место, которое называли «Космолом», на котором мы пытались из разных каких-то устройств эту ракету собрать, ее как-то запускать. Я пошел учиться в МГТУ, в Уни-Бауона. И как раз на такую специальность ракетно-космическую. Так, собственно, все и началось. Спутник «Маяк» был запущен для того, чтобы привлечь людей в космонавтику. Новые идеи, новые люди, новые какие-то смыслы, в конце концов. Мы надеялись, что... Надеемся сейчас, что-то говоря, что другие ребята из России, из других стран, каких-нибудь, не знаю, из Южной Америки, Африки, я не знаю, Европы, в конце концов, Китая, пойму, что это действительно временно изменились, и сейчас это можно делать. Люди нам поверили. Мы смогли собрать деньги на то, чтобы спутник сделать. Аппарат находится на орбите. Он туда вышел 14 июля в этом году. И то, что важно, на то, что спутник сделан все-таки обычным людьми. То есть мы нигде не работали в какой-то некой корпорации, мы запустили его сами. Так что, может быть, мы продолжим дело великие. Интерес молодежи научно-техническим проблемам и научно-техническим специальностям. Вот он явно сейчас, в последние годы, резко возрастает. Конкурсы это показывают. У меня очень много знакомых, которые в высших учебных заведениях преподают. Вот они говорят, что идет сумасшедший приток желающих поучиться в узках. Было время, когда спускали первый спутник, когда полетел Гагарин, когда полетел на Луну Амстронг. И все это случилось буквально за 12 лет. Я думаю, что нужны дела, чтобы вот те самые молодые, будущие Королева, там, Глушко, Педюкин и все прочие, они занимались чем-то практическим, чтобы у них были их ошибки, молодости, или еще какое-то причинение допущенное, чтобы они делали, ошибались и шли вперед. Мы с вами называем наши спутники, микро-нано-пикоспутники, малоразмерными космическими аппаратами. Но вы помните, что самый первый малоразмерный космический аппарат в России и вообще на планете это был первый искусственный спутник Земли. Сейчас подавляющее большинство выпускников идет на предприятие космическое, по специальности, скажем так. Они идут в промышленность для того, чтобы созидать что-то новое, чтобы творить. Спутниковая группировка будет строиться с помощью солнечного паруса. В качестве полезной нагрузки у нас будет стоить спектрофотометр разработки физического института имени Лебедева в рентгеновском диапазоне. Они в первую очередь, конечно же, работают за идею. Им интересно продвинуть дальше исследования в области космоса. Они мотивированы. А мотивация простая. Вперед и вверх, как говорят в космосе. Для большого расхождения не более половины ширины луча. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Пожидаем космонетры. Есть космонетры. Есть ментознание. Есть подвоз. Есть механское влияние. Принято. Есть индикаторный режим ТВМ. Есть цепка. Кремы с цепки 1252-355. Сегодня на орбите работает космонавт Сергей Рязанский Сюда его доставила ракета Над системами управления, которой так упорно В прошлом веке работал его дед Конструктор Михаил Рязанский Так, все, я отобрал Вы снимаете пока на глиссер обстановку окружающую И по возможности рядом сам иллюминатор Сережа пришел в космос совершенно своим путем И уже тогда, когда деда и в живых не было А писать о нем практически не писали Он мечтал быть биологом А понадобились специалисты в институте медико-биологических проблем Он стал испытателем параллельно с основной работой А потом был набор в отряд космонавтов Сережа шутит, что ученые бывают одно из двух Или здоровые, или умные Ну вот я оказался здоровым Пошел спутник Космонавт Рязанский, как и его дед, тоже участвует в запуске спутника Только делает это уже на орбите Причем вручную, прямо с борта МКС Юрчихин и сказал, что ты в университете гандболом занимался Вот и будешь ты их закидывать В ту ночь, когда спутник впервые прочертил небо Я глядел вверх и думал о предопределенности будущего Человечеству было предписано стать бессмертным И тот огонек в небе надо мной Был первым бликом бессмертия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова